Ну вот сегодня утро у нас, понедельник. Сегодня опять плавали рыбу половили на сети, выкутали. Сейчас вот Игнатьич, значит, собирать ее будет. Сегодня у нас тихая погода. Вчера был ветер сильный, а сегодня вот это укосили. На лодке надо подплыть и вытащить, иначе дальше сломает. Весной унесет, она хорошая. Да, да. Так, тут мы тину сегодня собирали. Пара. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Знаешь, какая лепешка. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Денадцать. Тринадцать. Какой красавец. Красавец, да. Денадцать. О, какой себе там. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Ну, как будто бы все. Двадцать. Три. Сорок штук. Здесь нету, да? Угу. Там нету больше. Сорок. Видишь как? Вчера было семьдесят два. Была бурная гостопогода. А сегодня тише было аж. Не узнаешь. Почему? Не знаю. А еще один погрызан был. А? Погрызан еще один был. Да. Один погрызан, да мы трех выпустили. Они небольшие были. В рот резко зажал и не боится. Это как обезьян говорит. Ловить как? Кувшин. Старают привязывать. А там орехи. С узким гордышком. Она руку засунет. Возьмет. К ней уже идут брать ее. Она уже не отпустится. Не понимаешь, что разжать надо и бежать. Вот так. Этот тоже зажал. А еще зажал леску-то. Она голая. Это ни червяка не было. Ну маленький, неразумный. Ой. Я разговариваю. Теперь он домой-то придет. Еще раз скажет. Ну и слава Богу. Мы в деревню всех снабдили. В город отправляем. Все. Сейчас протрем мы ее. Вон карасики. А вот еще. Смотри. В прошлый раз-то выбросили. Ага. Видно, что. Все. Будем протирать. А так кусочек привязывали. Думали, что на сеть выше пойдет. Все. Пробуем все. Уже приноровились. Кто здесь сидит. Вон там коровок наших фасут. Катериевский. Задурж это был. Таким он занимался. Привозил. А сейчас на велосипедах. А то на машине. Мне охота на первый мостик съездить. Посмотреть уточки там или нет. Если нету, значит стреляли. Ну стреляли. Но еще далеко не слыхать. И на рыжку степнуть. Там всегда следы оставались, не навредили ли охотники. Но у нас какие-то охотники интеллигентные. И костер затушенный, и головешки оставшиеся отбросят, и пластами обложат его. Но ни разу мы их не встречали. Дорогу-то сделали, сурывки у нас. У них поля на этой стороне. И они по нашей ездили. Вот эта трасса наша, деревенская, заезжает, ну и повредили. Сказали, а это предприниматель какой-то. Он тут же привез, кажется, один или два грузовика, щебня. Нам Господь таких как-то людей дает. Все прямо удивительно. Мед покупать. Привозят прямо сюда, на дом. Привозят. Это рядом у Рывка, село Тюменцевское район. Шерстобитов Геннадий Павлович. Я ни у кого мед не беру. Везде. А вот говорят, как узнать. Да никак не узнаешь. Можем узнать, что он с добавкой чего-то сахарина этого. А его мама, Ксения Михайловна, моя мама, Мария Егоровна, они работали на колхозной пасеке. Я ему на сто процентов доверяю. Он наш, потеряевский. Ну, уехал туда, там его председателем избрали. Сейчас, видно, на пенсию. Вот так вот. Везде добрые люди. Вот я вспоминаю рассказ отец Арсений. И вот там, говорит, как он, везде огоньки увидел, загораются огоньки. А что это за огоньки? Это означает, что добрые люди там где-то есть. А кто там вон в лагу? Что это там? Человек стоит? Ну да, там же пасет. А, вот так. И везде огоньки загораются. В моей жизни самое большое, что я узнал, как много убога, добрых людей. Убога, не просто хороших. И эти люди почему-то мне встретились. И самое важное, что они приняли участие в том, что я делаю. Мне помогали все. Мусульмане, евреи, настоящие евреи. Крупные банкиры. Притом не просил у них ничего. Сами. Директора разных совхозов, губернаторы, депутаты. Даже в Думу государственную тогда было. Провел нас отец Глеб Якунин. Там все это. И тут сразу все по-другому. А день ничего не сделаешь. А что молитва? А, подкупили нигде. Взятку не давали ни рубля. Никогда не было. А давать больше у нас и нечего. Люди просто понимали, что надо помочь. Нам трудно. Вот сейчас обратился я, чтобы Игорю помогли. Купить комбайн. Ну, не знаем как. Кто-то там уже что-то маленько прислали. Ну, речь идет об однозначной цифре. А здесь, если нужно, то надо набирать около 7 миллионов комбайн. Ну, вот так. Сегодня сидим прекрасно. Сейчас в церкви там молебель обучающихся. Трое учеников. Исааки-то здесь учатся? Двое учеников. Двое. Два ученика и два учителя. Раньше так воспитывали только царских детей. Один учитель, Василий Андреевич Жуковский у царя. Или Герасим Петрович Павский. Воспитатель царских детей. Все, дорогой брат, уходим. Какое наше снабжение с собой. Тихая погода. Я это поплотки снял, положил. Но рядом. Ухватился. Почему? Может, внезапно что-то быть. Ездим. Там, может, кол какой-то. Это же не море какое-то. Тут много еще набито. Пропорола. Дым. Воздух сразу вышел. Дым от нас пошел. Надо хватать. А за что? А вот она рядом надела. Тут недалеко. Не больше 100 метров. Доплыть можно. Все, уходим, дорогой мой. Оставить одну наду.